Великого поста Неправильных Ситуаций и поступков Вот если пост называть узами Христовыми, да, в том числе То мы читаем в Евангелии Сам Господь говорит, что Род бесовский побеждается постом На первом месте и молитвой И поэтому если мы хотим Победить Лукавого То мы должны поститься Кроме того, многие святые отцы Говорили о том, что Душа человеческая, она как бы имеет два крыла Которыми поднимаются на небо Первое крыло это молитва Второе крыло это пост Ну и помним, что Адам с Евой В раю Они собственно Одну заповедь не соблюли И поэтому были наказаны, изгнаны из рая Из-за того, что не постились То есть должны были не вкушать От одного из древ От плодов его Но не послушались Господа Стали вкушать, то есть чего угодим занялись Вот этот малый пост не соблюли И были изгнаны из рая Поэтому сейчас мы постясь Возвращаемся в рай Тут главное не чревогодие, а не послушание получилось, да? Ну, для внешнего это как бы чревогодие А для более глубокого внутреннего разбора Адам и Ева, конечно же, они Увлекшись райскими Кущами и красотами И вкусами И радостью И многими интересными, так сказать И животными, растениями, и птицами То есть они полностью забыли о Господе В райских удовольствиях И эти удовольствия Их увели от памяти о Боге И от послушания Богу Что, собственно, привело к вот этому падению Через вкушение плодов от древа Познания добра и зла То есть они изгнаны были из рая, да? То есть Адам и Ева За то, что они вкусили То есть не послушались Вкусили плод А откуда вообще Почему пришло, что это было для нас такое Что это было именно яблоко? Я слышала, что это вообще Белосмаковницы, может, был Ну, для России яблоко Потому что у нас такое самое распространенное Из деревьев плодоносящих яблоня Смоковницу в России никто и не знал Потому что она вымерзает просто у нас А на самом деле Точно никто не знает Каков был плод этого древа То есть какое это дерево было Какие плоды оно приносило Ну, знают, что оно срывалось рукой И кушалось, ну, как яблоко Или как смоква, инжир То есть вот таких размеров были плоды Вот все, что нам известно Соответственно, я думаю, в раю было Несчислимое количество Плодоносящих деревьев С различными вкусами Различными видами и формами плодов Поэтому какой из них Господь избрал Из этих множества деревьев Мы сейчас не узнаем Только когда сами туда попадем Тогда узнаем Да, вроде все так просто Да, из миллиона деревьев всего с одного не есть Да, да Повторюсь, даже сейчас Какое разнообразие Каких-то тропических фруктов Мы даже таких и за всю свою жизнь И не попробуем То, что сейчас осталось в жизни человека Плоды вот эти И тропические, и субтропические И наши в умеренном климате Произрастающие Это не идет ни в какое сравнение С теми плодами, которые были в раю То есть это в тысячи, в миллионы раз Были более богатые и разнообразные Такие деревья, приносящие плоды Поэтому из этих тысяч и миллионов Возможных плодов Господь избрал одно дерево И сказал Вот от этого дерева не вкушайте Все Тем самым вы проявите любовь и послушание ко мне Ну а если не послушаетесь То смертью да умрете Господь сразу предупредил их Ну вот Адам и Ева послушались себя И беса, который сказал Вкусив от этого плода Вы станете как боги Узнаете, что такое добро И что такое зло Ну, как и вся лукавая сущность бесовская Она полуправду говорит Да, действительно, они познали Что такое добро, что такое зло Но богами не стали Они, наоборот, еще из рая были изгнаны И вот, собственно Мы сейчас часто повторяем эту же ошибку Слушаемся бесов Хотя они всегда говорят нам полуправду Ну и в частности Да, мы сейчас повторяем Получается путь, да Адама и Ева Когда им тоже было запрещено С определенного плода С определенного дерева, да Есть А для нас Вот православная церковь Ну и в том числе Это получается воля божья Да, для нас установлен пост Чтобы мы не вкушали мясного Да, и нам все, что мало Ну да, то есть Если брать всю пищу человека Употребляемую Это мы можем ее разделить На две части Это то, что производится Животными Животными пищей То есть мясо, молоко Птица, яйца и прочие Молочные продукты И то, что производится растениями Из растений производится Вот растительную пищу Можно кушать во время поста Нерастительную, животную пищу Кушать нельзя Вот вроде тоже все так просто На самом деле Человеку для жизни Совсем не надо очень многого И растительной пищей Легко питаться можно Вроде все просто Без привычки трудно То есть всякий человек Который начинает впервые поститься Он борется со всеми своими привычками Колбаску на бутерброд положить Сырочек с кофеечком Или еще что-то Молоко в кофе налить То есть это происходит постоянно И даже не осознается человеком Когда он живет вот в этом Многие годы А то и десятилетия Вот в этом ритме Что утречком встал Вот там того-того-того Положил себе на тарелочку Можно просто хлебушка Например поесть И когда вдруг это все лишаешь Бунтует Бунтует естество Телесное человеческое естество И требует того К чему его приучили К сладостям К этим всем И естественно Чтобы это исправить То тут приходится применять Принуждение самого себя То есть силу воли свою Включать И стараться от этого Ну по первости Скажем так Отвыкать С принуждением А потом это входит в привычку И совершенно спокойно Человек не кушает мясо Да вообще всю жизнь Может не кушать мясо И ничего с ним Не происходит страшного Никаких ослаблений Телесных там Или каких-то душевных Не происходит Ну вот как раз Задание людям Да С собой бороться А это необходимо Царство небесное нудится Это мы читаем в Евангелии То есть принуждением Мы войдем в Царство небесное Если мы себя не будем принуждать А добрые дела Мы не сможем делать самопроизвольно Вот как раньше делали Это Адам и Ева В раю Тогда было трудно им Сделать злые дела То есть пришлось себя Принуждать к этому А вот добрые дела Они делали совершенно свободно Сейчас наоборот После падения человеков Мы наоборот Злые дела делаем без принуждения Самопроизвольно Спокойно А вот добрые дела Приходится себя принуждать делать То есть у нас естество В корне изменилось Можно сказать На 180 градусов повернувшись И с этим именно Мы как раз сейчас И боремся И пытаемся вернуть себе Самопроизвольное Исполнение добра Добродетелей Послушание Богу И совершенно Нежелание Исполнять волю бесовскую Злую волю То есть за нарушение поста Адам был изгнан А с соблюдением поста Мы возвращаемся в рай Да, именно так происходит Ну, как одно из условий То есть это Не единственное Но оно необходимое Великий пост длится 7 недель Каждая неделя посвящена Определенному событию Пожалуйста, расскажите нам Да, казалось бы Вот 7 недель Это вроде длинное Такое, так сказать Длительное путешествие Да, духовное Но на самом деле Все происходит Достаточно быстро И как-то даже Не успеваешь оглянуться Вот уже Глядишь и вербные Ну, начнем сначала Вот сейчас у нас идет Первая неделя поста Когда мы читаем Канон Андрея Критского Покаянный канон Понедельник, вторник Среду, четверг Вот Когда служим Литургии Среду, пятницу Прежде священных даров И в воскресенье Празднуем торжество Православия То есть мы начинаем Великий пост С воспоминаний того Что православие Все-таки Побеждает Всякое зло В этом мире То есть Такую Надежду Через это Нам дарует Господь и Церковь Чтобы мы Не сомневались Что если мы захотим Следовать за Господом Если мы захотим Бороться со злом В себе И Вне себя тоже То мы Будем победителями Потому что Те Две тысячи лет Что существует Православная Церковь Происходило огромное количество Нападок Бесовских На Церковь И на верующих И все эти нападки Казалось бы Уже Все Вот-вот Уже захватит Власть и силу Так сказать Применит Лукавый Через своих Пособников Ну например Императоров Римской империи Которые 300 лет Уничтожали Православие И через 300 лет Вся Римская империя Стала православной После того Как они Распинали Мучили Сжигали Четвертовали Казнили Каких только пыток Не придумали Для православных 300 лет Этих гонений Происходило И через 300 лет Римская империя Пала Перед православием То есть Православие Стало Государственной Религией Вот Торжество Православия Оно Вспоминает Еще одно Из таких же Событий Когда В Римской империи Было гонение На иконы Так называемое Иконоборчество И был такой Лев Исаврянин Армянин Который Управлял Римской империей Императором был Он Повелел Все иконы Уничтожить Во всей Римской империи Во всех храмах Уничтожались иконы И Тем не менее Казалось бы Да Вот Вся сила Римской империи Была направлена На это Тем не менее Все это Уже После смерти Конечно Лева Исаврянина После того Как он ушел С императорского Так сказать Места Все это Вернулось На круги Своя И иконы Были возвращены И это был Целый Такой Вселенский Собор Который Постановил Что иконы Надо Почитать Мы и сейчас Видим Отголоски Тех событий Сейчас Некоторые Говорят Что вот Иконы Там Это Так сказать Образы А нельзя Образы Делать Там По одной Западе На самом деле Это глупость И совершенно Непонимание Того Что есть Икона И незнание Истории Христианской Церкви Ну например Седьмого Вселенского Собора Незнания Вот именно Тогда и было Это празднество Установлено В честь Победы Над Очередной Ересью Их очень Много Было Ересей Вот Эта Ересь Называлась Иконоборческой Соответственно Провозглашается Многолетие Всем Православным Христианам Вечная Память Всем усопшим Православным Христианам Победителям Над всеми ересями И выдумками Лукавого Сатаны Который Все эти Два тысячелетия Пытался уничтожить Христианскую Церковь Но Ничего у него Не получилось И не получится Потому что Мы знаем Что сам Господь Сказал Что врата Адовы Не одолеют Церкви Христовой И она Сохранится До его Второго Пришествия Для тех Кто Такой Считает Что там Нельзя поклоняться Иконам Можно сказать Что поклоняемся Не доске И краскам А поклоняемся Образу Которую Там Изображен Как фотография Например Конечно Но если у вас В доме Стоят фотографии Вашей мамы Папы Или там Детишек Вы что Идолом поклоняете Бумажки что ли Не бумаги Не идол уже Вы просто Смотрите на те Образы Которые вам Близки Родны Кого вы Любите То же самое Ну тогда Вот не было Фотографии Да Фотография Появилась Только в 1850 году А в Римской империи Не было фотографов Поэтому Изображали Образы Спасителя Образ Богородицы На носителях Как сейчас это говорят Не цифровых Не бумажных А на доске Изображали их образы И Как любящие И Богородицу И Господа Люди Эти образы Иконочки Эти сохраняли Поклонялись И молились Да О том Что церковь Будет всегда жива Что далеко ходить Вот сейчас На молебне торжественном Будет В торжество православия Пьется Как раз Вечная память Всем погибшим За православную веру И сейчас На самом деле Это наша война Которую мы сейчас Наблюдаем Она тоже идет За православную веру Если вначале Может быть Не очень-то было так видно То сейчас вообще Это крытым лицом То есть В Киеве Вся наша церковь В Киево-Печерская Там лавра Все занято Вот этими Еретиками Раскольниками Ну К сожалению К сожалению Вот Действие Западных Еретических Церквей Оно сейчас Очень ярко Видно На Украине То есть Та церковь Русская Православная церковь Которая Существовала Там С момента Крещения Руси Киевской Руси Тогда Сейчас Московская Русь Тогда Киевская Русь Была Вот это С 988 года Церковь Там существовала Сейчас ее уничтожают Почему уничтожают Ну это надо задать вопрос Тем людям Которые сейчас там У власти находятся Она начала уничтожаться Еще раньше Когда там пошел Но сейчас это вышло В открытую форму Противостояния То есть На уровне Беснования уже в храмах Происходят И беснования И там Священников Уводят Не убивают Сажают Убивают Издеваются Запугивают Ну и конечно же Это все Ну прям вот Как гонение В Римской империи Выглядит И конечно же Это все Исчезнет Как и любые гонения На истинную Православную церковь Были Некогда Так и здесь Это все закончится Не сомневаемся И даже Множество Предсказаний Пророчеств Людей Живших До начала Этих всех Событий Еще до 2014 года Умерли эти люди Ну Лаврентий Черниговский Он вообще там После войны Великой Отечественной Умер Он уже Предсказывал В 60-е годы Прошлого столетия Что он Предсказал Что все это будет И расколы церковные И вот эти Вот гонения На церковь Потом Были Отцы Святой жизни Киево-Печерской Лавры Которые говорили Так же Что выгонят Вас всех Из Киево-Печерской Лавры Но Киев Будет русским Значит Через полгода Буквально Как предсказывали Эти отцы Если брать Иону Одесского То есть Есть такой Монастырь В Одессе Мужской Он был Настоятелем В этом монастыре Вот он Говорил Что После моей смерти А он умер В 2019 году Начнется смута Начнутся Нестроения Потом война Начнется Но она закончится Победой России То есть Это все Вот Писалось еще До того Как эти события Начались И в этом Есть объективность Которые Это не мои слова Это не я Выдумал Это Вы можете прочитать В тех книгах Которые были изданы Еще тогда То есть Все это зафиксировано Да так что Все наши Войны Да все наши Защитники Нашего Отечества Знают они Это или не знают Но они все Сейчас являются Защитниками Православной веры Они защищают Православие Да Да так и есть То есть Мы видим Что сейчас Запад Валом Валит Вооруженным валом Валит На нас На Русь Святую И собственно Все наши защитники Являются Защитниками Православия Там Против Тех же Танков Леопард С крестами Как было В Великой Отечественной войне Все то же самое Ничего нового А кресты Не наши Кресты Не христианские То есть Не православные кресты 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 Немецкие Мы знаем Что немецкая Германия Она была Очень Так сказать В язычество Глубоко Погружена Второе воскресенье Да Вспоминается Память Святителя Григория Поломой Второе Да У нас Неделя вторая Это Неделя Памяти Святителя Григория Который был Сам С Константинополя Был монахом На Святой Горе Афонской В Греции Подвязался много Достиг Духовных Многих Даров От Господа За счет Аскетической жизни Молитвенной Покаянной жизни И То что он достиг Он изложил Такое Как бы Учение О аскетическом Образе жизни И достижение Во-первых Богообщения Во-вторых Получение Нетварного Света Господня До него говорили Что Бога Невозможно Познать А он Своей жизни Показал Что Ну Познать умом Невозможно Бога Бога Можно познать Только Тогда Когда он Вселится В тебя То есть Когда Господь К тебе приходит Ты его познаешь Непосредственным Образом Вот как мы Ощущениями Тактильными Или другими Чувствами Мы познаем Ну там Какие-то Поверхности Какие-то Значит предметы Какие-то Образы Глазами Или запахи Или вкусы Умом Как объяснить Уму Что такое Кислый Или соленый Вкус Если ты Это не ощущаешь Бывают Такие болезни Когда человек Теряет Вкусовые Качества Ему не Объяснишь Это умом Вот Господь Это Тот Кого Невозможно Объяснить Умственно То есть Наши Чувства Они Не могут Объять Необъятное И значит Господь Для них Непознаваем В принципе Это как Спросить Любишь ты Например Супругу Как я там А я тебе Не верю Что ты Любишь Да То есть Как Только Чувствами Значит Здесь Определяется А здесь Он говорит Что Господа Можно познать Только Тогда Когда он Войдет В душу С помощью Твоих Трудов Твоего Покаяния Твои Молитвы К нему Тогда Господь Об этом Мы читаем Евангелие Что тот Кто Нас Возлюбит И кто Послушает Нас Того мы Возлюбим С Отцом Небесным И придем И сотворим У него Обитель Собственно Об этом Если коротко И говорит Святитель Григорий Но Он также Добавляет Что тот Свет Нерукотворный Вот есть Свет Который Мы Видим От солнца Исходящий Или от Лампочки От фонаря Это Рукотворный Свет Это Свет Который Является Физическим Таким Действием Тех Или иных Предметов Тех Или иных Звезды Например Под именем Солнце Вот И Есть Свет Который Нерукотворный Он не излучается Ни звездой Ни солнышком Ни звездами Ни какими-то Другими лучами Не объясним Это тот свет Который Увидели апостол На горе Фавор Когда Господь Просиял Пред ними Так что Они чуть не ослепли И в страхе Попадали Это тот свет Который Мы Видим В самом Господе И о котором Он нам говорил В Евангелии Что я Есть Свет Миру В Евангелии Много Где написано Очень много Различных Открывов Я не знаю Вспомнили мы Сейчас их все Но их очень много И желающие Могут их найти И сам Господь Говорит о себе Как о свете Свет животное Пришедай в мир И мир его не познал А потом И так далее А потом же и ученикам Тоже говорит Вы свет миру То есть свою часть Передает ученикам И вот здесь Мы как раз Когда Господь говорит Что вы свет миру На это Как раз Григорий Поломай опирается Что всякий Кто идет За Господом И кто Вмещает Господа в себе С помощью веры И послушания Тот становится Таким же Светильником Миру Вы свет миру И этот Свет Нерукотворный И поселяется В человеке Который Его стяжал Своими трудами Конечно же Не сам человек Этот свет Излучает Он лишь как зеркало Отражает Величайший свет Божественной любви И божественной Премудрости Но Чтобы Быть Таким Чистым Зеркалом Чтобы не искривлять Свет Божественной То Мы должны Очистить Свою душу Ну как зеркало Если мы Оно нечистые То мы там Даже свои лица Не увидим И отражение Солнышка В нем будет Очень мутное Слабенькое А вот если Зеркало чистенькое Вот тогда От него Очень яркие лучи Солнышко исходят Когда оно На них попадает Вот так же и здесь Если Лучи Божьей любви Лучи Божьей Премудрости Попадают на Чистую душу То эта душа Становится Светильником Как зеркальце Которое Отражает Свет Божественный И освещает Лучами Своими От Бога данными Освещает Все пространство Вокруг себя То что собственно Делали апостолы А до них Делали пророки Ветхозаветные А после них Делали преподобные Отцы И святители И прочие Мученики И прочие Пока мы Сгорели о свете А что тогда Тьма Ну для нас Тьма Это отсутствие Света Если брать Физические реалии Значит Но Тьма не может Победить свет Потому что Она Не источается Ничем Тьма Она просто Есть отсутствие Света И когда свет Приходит В то или иное Пространство Тьма просто Исчезает В никуда Как холод Например Да Это отсутствие Тепла Да То есть Вот здесь То же самое Присутствие Бога Это и есть Свет Миру Отсутствие Бога Это и есть Тьма Бесовская Потому что Они сразу Заполняют Это пространство Где нет Бога Нет послушания Ему Бесы Его заполняют И там Воцареется Зло То есть Зло Оно не имеет Начала Такого Как Господь Так как Господь Он Непоколебим И его Невозможно Каким-либо Образом Убрать Из этого мира Он сотворил Этот мир Он вошел В него Сам Через Сына Господа Иисуса Христа И тем не менее Господь Дает Возможность Жить И без него Если человек Так направляет Свою волю И говорит Я не хочу Быть с Богом Господь Не насилует Никого Но не хочешь Живи Тогда отдельно От меня И когда Господь Уходит От такого Человека Человек Погружается Во тьму Ну как Если Выключить Свет В комнате Вот Человек Скажет Я не хочу Жить При свете Ну да Выключается Свет И он Живет В темноте Со всеми Так сказать Сопутствующими Проблемами Этого Вот здесь Мы сталкиваемся Именно с этим Что тьма Это не что-то Такое Изначальное Какая-то Такая Материя Тьма Нет Это просто Отсутствие Света Ну поэтому Наверное И тьма Существует Потому что Люди все время Выбирают Зло Да Больше Любили зло Именно Люди Создают Те или иные Участки Тьмы В этом мире Потому что Они сами Как бы Отгораживают То пространство За которое Они отвечают Вот они Выбрали себе Пространство Ну например Свою семью Своих близких Самого себя Выбрали Вот это Мое пространство Я сюда Бога не пущу Я вот Атеист Я неверующий Все Начинается Тьма В этом Месте Сначала В душе Этого человека А потом И в том Окружающем Пространстве Которое он Контролирует То есть Он запрещает Говорить о Боге Он запрещает Что-либо Говорить о смерти Или о каких-то Добродетелях Или о молитве Или о посте Или о нравственных И моральных Качествах Которые происходят Только от Бога Потому что Сам Господь Нам дал Мораль И нравственность Если Бога нет То нету И добродетелей А вместе с добродетелями Исчезает Мораль и нравственность Потому что Они следствие Добродетелей Христианских Заложенных в нас Господом От рождения Поэтому Вот Выбор Каждого человека Он и Привносит В этот мир Либо свет Отраженный От Божественного Так сказать Света Либо тьму Которая Получается В качестве Из-за того Что человек Заградил Свет И не пустил Его В свое Пространство Как изменить Такую ситуацию Изменение Ситуации Ну во-первых Ее надо Понять Почему же так темно В моей жизни То есть Если человек Начал задумываться Почему так все плохо Вроде бы Вот я Столько всего делаю Столько всего Стараюсь Так сказать Произвести Для пользы себе Или может быть Кому-то Для пользы А ничего не получается То это первое Что сигнализирует Что он делает Это все без Бога Без Бога Ничего невозможно сделать Даже там Поговорка есть Без Бога Не до порога А если Евангелие взять То там Сам Господь говорит Без Меня Ничего доброго Сделать не сможете Я есть лоза Да Вы Рожди То есть Маленькие веточки Этой лозы И если Вас отрежут От лозы То вы высохните Просто Я даю вам Подпитку Сам Господь Иисус Христос Как лоза Дает подпитку Нашим Веточкам Каждому человеку И тогда На этих веточках Производятся Плоды Виноград Ягоды Если же Веточка Отрезается от лозы Она высыхает Просто Ну какое-то время Позеленеет А потом еще Листиками Потом листики Вянут Все пожелтеет И высохнет Поэтому Так и в жизни Человека Вроде бы Мне говорят А вот там Этот неверующий И хорошо живет Я говорю Ну да Какое-то время Ему хватит Своих сил Потом они У него исчерпаются Как у той веточки Отрезанной от лозы И она Рано или поздно Высохнет Все зависит от того Насколько она была Крепкой При отрезании Насколько она была Напитана Господом При Возмужании При возрастании Этой веточки То же самое В жизни Возможно За молитвы Кого-то Родственника Есть еще Такие моменты Когда да Конечно же Другие люди Любящие Того или иного Своего родственника Они начинают молиться И они Так сказать Подпитывают Дистанционно Эту веточку Своими молитвами Но если Он опять Не прирастает К лозе Рано или поздно Он все равно высохнет Как бы за него не молились Как нам всегда Пребывать во свете Нужно Возлюбить То есть То что мы любим К тому мы и тянемся С тем мы и пребываем Или Как Господь сказал Там где Ваше Богатство Там и сердце Ваше будет Если нашим богатством И нашей любовью Есть Господь То мы Будем с Богом А значит Будем в свете То есть Мы должны Полюбить свет Мы должны Умом Или чувствами Или делами Или другими Качествами Нашего человеческого Естества Понять что Без света Жить невозможно Без света Будешь только Спотыкаться Падать И Постоянно Синяки себе Ставить Потому что Ты даже Пройти два шага Не сможешь Ты не видишь Ничего В темноте Ты не понимаешь Что добро Что зло Что хорошо Что плохо Куда идти От чего Отталкиваться К чему наоборот Притягиваться То есть Как только человек Начинает это все Осознавать То есть он Должен создать себе Систему координат В своей жизни Вот эта система Координат Состоит как раз Из любви к Богу Поисков Бога Богообщения И желания Быть всегда С Богом Из этого Мы Внутри Начинаем вырабатывать Энергию Движения Ну как мотор Без бензина Например Он ничего не вырабатывает А как только бензин появляется Он начинает работать Двигатель Да Вот так же и здесь Как только у нас появляется Желание Это как бензин Оно Наше сердце Возбуждает к действиям Желание И мы начинаем Двигаться к Богу И жить с Богом То есть выходим Из тьмы Таким образом Третье воскресенье Великого поста На третьей неделе Уже вспоминаем Крест Господень Распятие И через это Господь Укрепляет нас Вот в этом Поисничестве Он показывает Во-первых Как он сам Страдал Как он сам Жил в этом мире И взял добровольно На себя свой крест Тяжелейший Из крестов Потому что Только Господь Мог понести Такой крест Грехи Всего рода Человеческого Взять на себя Нам он предлагает Взять свой крест Свой крест Понести Свои грехи Поднять И принести К Богу И покаяться в них Чтобы Господь мог Их нам Очистить И простить По своим Неложным словам Что всякий Кто Ищет Бога Он его найдет Кто просит Тот обрящет То есть мы Будем просить Прощение Господь Нас простит Так вот Крест Он является Укреплением Нас Во-первых В богословском Смысле слова Во-вторых В прямом Физическом смысле Как носитель Энергии Божественной Крестные знамени Является Подкреплением Для нас всех Духовным Подкреплением Во время Великого Поста Ну и конечно же Крест является Еще оружием Против бесов И таким образом Крест Защищает нас От всяких Лукавых Искушений Которые нам Посредине Поста А третьей недели Это можно сказать Середина Поста Будут нашептывать Да ты уже ослабел Да может быть покушать Да может оставь Пост Да не надо То есть Это тоже Нам Как оружие Против Лукавого Дано Господом И вот на третьей неделе Мы этим оружием Пользуемся Оно Крестные знамени Выносится В воскресенье И потом Лежит до пятницы Посредине храма Всякий желающий Может к нему прийти И приложиться Четвертое воскресенье Память святого Иоанна Лествичника Иоанна Лествичник Был великий подвижник Аскет Пустынник Настоятель монастыря Святой Великомученицы Екатерины На горе Синай Те кто ездили Там в Шарм-Аль-Шейх Или в какие-то другие Хургаду Они могли посетить Были там экскурсии Наверняка Предложены им съездить Вот в этот монастырь В горах находящийся Который Собственно С четвертого века Нашей эры Там содержит Монашескую братью И Еще император Иустиньян Римской империи Построил храм Построил стены Этого монастыря Сам туда приходил Открывал те двери Которые сейчас Можно прийти открыть То есть это все Сохранено Монахами Удивительным образом Этот монастырь Существует В абсолютной пустыне Вокруг него Только песок Камни И ничего больше Но под ним Есть Источник воды Питьевой Которым Еще пользовался Еще Моисей Пророк То есть Это величайшее Такое Святое место И Иоанн Лествичник Живя в этом Монастыре Он нашел себе Уединенное Пустынное Место Где-то Ну где-то В часе Ходьбы От монастыря В совершенно Каменной Пустыне Нашел Там Три камня Огромных Которые В общем Как с полдома Каждый из них Скатились И легли друг на друга Получилось Между ними пространство Вот в этой пещерке Из трех камней Сложной Он и подвязался В своих молитвенных Аскетических трудах И Что самое главное По просьбе монахов Он написал книгу свою Лествицу Так называемую Где он изложил Ступеньки Духовного возрастания Духовной борьбы И духовного спасения Каждого человека В этом мире Живущего Поставившего перед собой Целью Избавиться от страстей Он описал все эти страсти Как с ними бороться Какая из них Идет за какой Ну и если кто хочет Вот эти Ступеньки Он может прочитать о них В Лествице Иоанна Лествичника Почему мы его вспоминаем Потому что Пост Как раз Это то Чем занимался Он Лествичник Всю свою жизнь И Здесь мы Можем воспользоваться Его опытом Постнической жизни Для нашего поста Конечно же Мы Не сможем В пустыне Так сказать Сейчас удалиться При наших Обстоятельствах жизни Но попоститься Мы тоже можем И В той жизни Которой мы сейчас живем В этом нет никакой проблемы Соответственно Он нам дан Как учитель Аскетической Постнической жизни На четвертой неделе поста Пятое воскресенье Посвящено преподобной Марии Египетской Там тоже читается Канон Да Четверг Это Стояние Марии Египетской Читается Это житие Марии Египетской И Воскресенье Празднуется ее память И Конечно же Марии Египетскую Нам Церковь Предлагает рассмотреть На Пятые недели Как Пример Того Чего может достичь Грешнейший Из людей С помощью Поста И молитвы Которым нам Учит Иоанн Лествичник Мы можем достичь Тех Величайших Духовных Ценностей И Духовных Откровений Которые Имела Мария Египетская В конце Своей жизни Начинала Она С юности Блудницею Которая Была Крещена В православии И которая Обратившись От своих Блудных У тех Ушла в пустыню Жила там 17 лет И достигла Такой Святости Что Могла Как по суху Перейти через Реку То есть Как Господь Ходил по водам И как Апостол Петр Так и Мария Египетская Ходила по водам И Старец Зосима Который собственно Обнаружил ее В пустыне Иорданской Он видел Как она При молитве Поднималась Над землей На метр Как Ангел Парила Над землей И это Бывшая Блудница Которая Достигла Величайших Таких Состояний Духовной Жизни Которая Возможна Вообще К достижению В этом мире Это Опять же Нам дается В укреплении И поддержку Того Что мы можем Какими бы мы Не были грешными И мы можем Достичь Духовной Чистоты Духовного Здравия Лишь бы Начать Этот путь Как Мария Египетская Седмица Шестая Называется Седмица Вай То есть Пальмовых Ветвий Да Вербное Воскресение Так сказать По-русски Называется Это Празднуется Память Входа Господня В Иерусалим Господь Все это время Свои проповеди Он ходил По многим Селам И весям Земли Израильской Но Перед своим Распятием Он вошел В Иерусалим Для проповеди Последних Дней проповеди Чтобы призвать Кого только Можно призвать К себе Чтобы они Уверовали И Встречали его Мы помним Возгласами Асанна Вышник Благословен Гряды Во имя Господня И ветви Пальмовые Клали ему На дороге Он Входил На Ослики На Жребяти Апостолы Его сопровождали Это был Величайший Пик Торжества Господа И проповеди Он вошел В храм Соломона Изгнал оттуда Всех продающих И покупающих Еще раз Показав Свою Ревность О Доме Отца Небесного И Таким Образом Сказал Что он Сын Отца Небесного Потому что Он имел Власть Это все Устраивать И о чем Его Собственно Архиереи спрашивали Откуда ты имеешь Такую власть Кто тебе ее дал Вот это все Мы вспоминаем При входе Господня Иерусалим И мы также С веточками Вербы Приходим На шестой неделе Нам ее освещают Эту вербочку И идем домой С теми же чувствами Как встречали Господа тогда 2000 лет назад Так и мы Встретили Господа В храме И это С веточками Состояние души Несем К себе В наше жилище Ну и конечно же В субботу Перед этим Суббота Лазарева Лазарева Суббота называется Мы вспоминаем Как Господь Перед входом Его в Иерусалим Он воскресил Четверодневного Лазаря Это человек Который умер Четыре дня Лежал во гробе И как Одна из сестер Уже сказала Говорит Господь Он уже смердит То есть уже Тело его разлагалось Оно уже Смердело Будучи в пещерке Завалено камнем Но Господь Тем не менее Сказал Камень Отвалить От гроба И приказал Лазарю Чтобы он Вышел Вон из пещеры И он вышел Воскресшим И потом еще Стал епископом На Крите И второй раз Умер там На Крите Почему там Потому что Здесь его Хотели убить В Иерусалиме Ему пришлось Бежать От архиереев Первосвященников Так как они Вместе с Господом Хотели и его убить Он был Таким Свидетелем Чудес Божьих То есть он Даже своим присутствием Проповедовал Божественность Господа Иисуса Христа Поэтому его тоже Хотели убить Как впрочем И всех апостолов Вот эти События Мы вспоминаем Шестой недели И седьмая Она такая Заучительная У нас идет Неделя Насыщенная Многими событиями Уже когда Господь нам Идет на встречу На вольные страдания Страстная Седмица То есть каждый день Вспоминаются Какие-то События Последних дней Жизни Земной жизни Господа Перед распятием На кресте И само собственно Распятие Вот мы это На Страстной Седмице Вспоминаем И конечно же Это особое впечатление На душу Оказывают Все эти богослужения И это Последнее Предуготовление К встрече С воскресшим Христом На Пасху То есть мы Страстную Седмицу Проходим Особо Постясь То есть таким Строгим постом Постимся И уже на Пасху Мы причащаемся Обязательно Разговляемся Уже встречаем Светлое Христово Воскресение Перед этим Вспомнив Те страдания И мучения Которые Господь Понес Ради Нашего спасения Ради нашей Радости Вот этой Пасхальной Службы 2000 лет назад Господь Это совершил И память Об этом Сохраняется В мире И в душах Человеческих Но и в том числе Плащаница Туринская Так называемая Плащаница Которая Несет Отпечаток Воскресшего Христа Как фотографии Как негатив Напомню Что фотография Появилась Только в 1850 году А там Фотографический Оттиск Тела Господа Лежащего В гробе Как он нанесен Никто не знает При изучении Увидели Только то Что Ткань Обожжена На 4 микрона Глубины И Это не Развертка Ну Те кто инженеры Поймут Развертка Это когда Ткань Оборачивается Вокруг тела И все Частички тела Отпечатываются А именно Фотографии То есть Плоскость Получилось Плоское изображение Фотографическое Изображение Христа Которое Нанесет И все Те Повреждения Телесные Которые Были Несены И палками И бичами И копием И терновым Венцом И гвоздями Все На этой площади Сотражено Недаром Ее называют Еще Пятым Евангелием Вот это Мы все Вспоминаем В том числе На Страстной Седмице Все это нам Предстоит Еще пережить Какой нам Цель Помимо Такого Физического Поста Отказаться От мясного От молочного Всего На что нам Настроить себя Ну все таки То о чем Сам Господь и говорил Что тот кто Меня возлюбит Того я возлюблю И приду с Отцом Небесным И Созижу Обитель У него То есть Вот все таки Постараться Создать Все условия В своей душе Для прихода Господа Каждому из нас В душу Чтобы Благодать Божественная Пришла к нам И Запечатлела Присутствие Божие В каждой Из наших душ Мы это Можем Ощутить Не умственно А реально То есть Чувства духовные У нас так же Есть Но мы просто К ним не привыкли Потому что Мы очень Редко Придбегаем К своим Духовным Чувствам К своей Духовной Жизни Поэтому И ощущения Очень мало Накоплено И опыта В этом мало Поэтому Всякий Кто хочет Это Ощутить В себе Духовные Чувства Присутствие Божьей В своей душе Вот он должен Настроиться И к этому Идти И постараться Этого достичь В течение Этого поста То есть Не только Мясо Молоко Но и Внутреннее Значит вот возлюбить Господа Как нам Идти Какие шаги То есть Соблюдать заповеди Ну Любовь к Богу Она Конечно же Должна проявляться В чем-то То есть Мы Когда любим кого-то Мы обязательно Свою любовь проявляем Да То есть Взглядом Чувством Желанием Там Словом Прикосновением Подарком Там Или еще чем-то Послушать Этого человека То есть Нас тянет К этому человеку Которого мы любим Вот то же самое Здесь Если мы Господа любим То нас будет тянуть К Господу То мы Будем его слушаться То мы будем стараться Его ничем Не Раздражить Не Хотя Господь И не может Раздражиться Но мы Можем его обидеть Своим поведением И Расстроить Он Глядя на наши грехи Будет расстроен То есть Он опять перенесет Как бы предательство Иудина Только теперь от нас То есть Мы его любим Но мы его предаем Когда согрешаем И вот в этом Как раз И есть наша борьба С нашим Греховным естеством И если мы это делаем Значит мы любим Бога Значит мы Желаем быть с Ним И мы просим В молитвах О том Чтобы Господь нам помог К Нему прийти И Ту благодать Которая выражается В чувстве Покоя Мира Радости Обрести В душе А потом Эту же благодать Нам дарует И другое чувство Чувство Сыновней Любви К Господу Но это Уже Высшая такая Мера Духовного Устроения Человека Которой надо Стремиться Но Господь Сам говорит Кто любит Меня Тот заповед Мои соблюдет То есть Для нас Такое Заповеде Соблюдение В простоте Самое простое Это вот просто Соблюдай заповеди Как один юноша Подошел к Господу Спросил Господи Что мне сделать Чтобы спастись Он говорил Соблюди заповеди Чти отца и мать Не лжесвидетельств Не кради Он говорит А я соблюл все это Но Это недостаточно Дальше Господь Сказал еще Что Иди И продай свое имение И следуй за мною То есть Пока человек Не последует За Господом Пока человек Не начнет Жить Примером Божьим И стараться Повторять Все то же самое Что делал Господь Как он Относился К бедным Как он Относился К миру Как он Относился К врагам Своим Пока мы Пока мы Не начнем Это же Стараться Повторять В жизни Мы До конца Не сможем Полюбить Бога Потому что Мы будем Любить больше себя И вот это Вот как раз И есть Иди Продай свое имение То есть Все что ты имеешь Для себя Продай Я не говорю О деньгах Я говорю О внутреннем мире И вместить В себя Все то Что Господь Хочет Чтобы мы вместили Ну и наверное Обязательно скажем О наших словах Которые Господь Говорил Да Мы все тоже повторяем Чтобы покаялись И бы приблизилось Царство Небесное Покаяние Это первый шаг К стяжанию Благодати Божией И первый шаг Который показывает Что мы Господа Возлюбили Потому что Если я не люблю Бога То о чем мне кается Я Сам себе голова Я сам знаю И нет И грехов Во мне вообще нету Мне кается Не в чем Да Кто мне указ Никто Поэтому здесь Когда человек Начинает понимать Своё убожество Свою бесконечную Греховную сущность Когда человек Видит Чистоту И любовь Бога К себе Вот с этого Происходит Покаянное чувство Это первое Что человек ощущает Пришедший в храм Ну у некоторых Просто говорит Я как в храм вхожу У меня прям слезы текут Плачу и плачу Особенно у женщин Это очень ярко проявляется Почему это Я даже не могу Остановить их Это непроизвольно То есть я ничего Для этого не делаю Откуда это появляется Ну объясняю Что это Покаянное чувство Когда благодать Входит в душу Первым Что возникает Покаянное чувство Вот всем желаю Чтобы эти чувства Покаяния И благодати Божией Вы ощутили В своей душе С другого конца Зайдем А в каких случаях От нас В первую очередь Отходит благодать Отходит благодать От нас Тогда Когда мы Что-то делаем Неугодное Господу Ну знаете Как вот Мы идем С каким-то Товарищем Единомышленником Идем По общему делу Да вот говорим Будем сейчас делать То-то 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 И этот Товарищ Да конечно Будем делать То-то То-то Нам обоим Это нравится И вдруг Я говорю А я буду делать Еще что-то другое Если этот товарищ Не нравится Он говорит Нет я с тобой Не пойду Наши пути Расходятся Дорожки Вот так и Господь Он следует Вместе с нами По жизненному пути Если мы Идем Так же Как И он шел И делаем То же Что и он Хотел делать Соответственно И хочет делать Тогда мы идем Вместе с ним Как только мы Начинаем делать То что ему Не угодно Он отходит От нас И мы Начинаем Грешить Мы начинаем Отходить от Бога И теряем Естественно Благодать Как только Господь от нас Отходит Мы сразу Чувствуем Пустоту В душе Мы сразу Чувствуем Отсутствие Покоя Радости Мира Уныние Какое-то Возникает Беспокойство То есть А что дальше А как же Быть Сумятица Внутренняя Это первый признак Того Что благодать От вас Отошла Отошла Ну Самое простое Это осуждение Мы даже не замечаем Как мы осуждаем Начинаем осуждать Начинаем гневаться Раздражаться Начинаем злопамятствовать Завидовать Гордиться И прочее И прочее Одно за другой Цепляется Все Благодать Сразу уходит Там где нечисто Господь не пребывает Когда человек говорит Бог со мной Всегда Начинаешь его спрашивать А он весь в грехах Живет Тут можно констатировать Факт что Бога нет с тобой Ты весь в грехах Господь не может жить Во грехах Если ты Вот эти грехи Исповедуешь Увидишь Исповедуешь Исправишь Тогда конечно Господь будет с тобой Вот Из этого надо делать выводы Когда благодать отходит Наша передача Наша передача уже завершается Одна минуточка Пожалуйста Вам запретительное слово И наверное еще разочек Благословение тех Кто Вот еще Не благословился На Великий пост Помощь Божия Вам в посте Чтобы Ваше Духовное Устроение Укреплялось И Ваше Такое Мировоззрение Изменялось С точки зрения Православной веры Чтобы вы Укреплялись Во всех этих Православных Догматах И принципах жизни И в течение этого поста Стяжали все-таки Ту благодать Которую Господь Дарует вам Совершенно Безвозмездно И С избытком С преизбытком Только вмещить Вмещить надо Сколько вместите Столько Господь и даст Помощи Божьей вам в этом Да Благодарю вас Кстати, что вы к нам приехали Приезжайте еще Спасибо Господи До свидания На сегодня все До свидания